Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре завершился открытый архитектурный конкурс «Пятая очередь набережной реки Волги» в Самаре. Кто стал победителем? Какие культурные и конструктивные задачи должна будет решить новая территория? В нашей студии Игорь Галахов, руководитель управления главного архитектора администрации городского округа Самара. Игорь Борисович, добрый вечер. Рад вас видеть. Здравствуйте. Первый главный вопрос. Зачем нужна пятая очередь набережной? Какие цели и задачи должен решить этот проект? Честно говоря, мне показалось, что об этой проблеме в последнее время так много говорили, что уже все горожане погружены в эту проблематику. С точки зрения профессионала, что необходимо? Почему? Потому что на самом деле перейти-то можно как бы и сейчас пройти тот участок, но тем не менее. Тема, можно сказать, выстраданная. Почему? Потому что та череда городских набережных, которых мы гордимся на сегодняшний день, конечно, незаслуженно прервана на участке, где расположены ГРЭС и пиво-аваренный завод. Поэтому и раньше, и в последнее время высказывали многие за необходимость соединения этих набережных. И это, наверное, та основная идея, которая побудила в том числе проведение этого конкурса. Хотя на самом деле с решением этой проблемы связано целый ряд городских задач. Это и берег укрепления, это и создание достойного паранорамного вида страны Волги и этого фрагмента города. И это, в конце концов, еще новая общественная территория, зона тяготения и интересов горожан. — Я, кстати, неожиданный поворот, почему я задавал этот вопрос, что еще вопрос берега укрепления, он тоже крайне важен. И вот решая задачу по созданию набережной, в том числе мы, собственно говоря, автоматически решаем вопрос берега укрепления. — Да, конечно, он актуален. Он актуален с точки зрения и будущей эксплуатации этого сооружения, и с точки зрения прекращения того, может быть, вялотекущего негативного процесса по вымыванию этой береговой полосы, в том числе подпорных стенок предприятий ГРЭС и пивзавода, которые, кроме всего прочего, являются объектами культурного наследия. — Да, и что тоже немаловажно. Вот если говорить о самом конкурсе, был объявлен открытый конкурс по созданию проекта «Пятой очереди набережной Волги». Вот сколько авторских коллективов участвовало, может быть, отдельных архитекторов, откуда они были? — Ну, сейчас уже можно, подытоживая результаты проведенного конкурса, говорить о том, что он был в формате всероссийского. Всероссийского почему? Потому что участвовали кроме самарских авторских коллективов, коллективы из Вологды, коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего было 30 команд. — 30 команд? А отдельные какие-то это были всегда команды или, может быть, были какие-то отдельные архитекторы? — То есть, вот отдельный архитектор может такую работу, ну, потянуть уж, простите за это слово? — Насколько мне показалось, ни одна из представленных работ не выполнялась отдельно каким-то специалистам или отдельных архитекторам. В любом случае, даже если это были единицы, они представляли какие-то проектные организации. — Вот вы когда приглашали, а как вообще вот этот процесс подготовки идет? Потому что вот вы назвали Вологда, Москва, то есть, в общем-то, такие города, вот для меня, например, было удивительно, что им, может быть, это интересно. А как вообще вот идет вот этот процесс оповещения архитектурного сообщества о том, что есть вот такая задача и давайте поучаствуем? — У вас есть такая вот некая внутренняя, так сказать, ну, тусовка, что ли уж, простите за это слово? — Ну, имеет место и это быть, но главным образом это происходило на площадках Союза архитекторов, в том числе и российского. В рамках популяризации этого мероприятия операторы, какими является Куйбышская организация Союза архитекторов... — Самарская, наверное, уже теперь. — Да, Самарская, теперь уже Самарская. В нее входил и я. Мы представляли этот конкурс на фестивале зодчества в Москве. Это было одно из мероприятий, которое должно было привлечь внимание наших коллег со всей России и поразвучало приглашение, официальное приглашение по участию в этом конкурсе. А вообще эта работа началась еще летом с объявления конкурса 12 сентября. Если вы помните, он проходил в период с 12 сентября по 20 ноября нынешнего года. — Вообще на сегодняшний день, насколько часто встречаются такие масштабные задачи? Ведь это масштабный проект, на самом деле. Вот сейчас архитектурное сообщество России, мы об этом заговорили, оно избаловано вот такого рода проектами? То есть как часто встречаются такого рода задачи? — Ну почему? Довольно часто объявляются всероссийские и даже международные конкурсы, инициаторами которыми является или Центральный союз архитекторов, или региональный. И я бы не сказал, что это исключение из правил, наша набережность среди тех конкурсов, которые проводились, проводятся с участием в том числе и нашей команды. — Здесь есть важная деталь, интересная. А здесь есть Волга, это набережная. То есть это такой немножко, ну на мой взгляд, специфический конкурс. То есть это не в чистом виде город, это еще и городское пространство, городское сообщество. Вот в этом, наверное, еще отличие определенное. — Ну, я уже сказал о том, что здесь многоцелевая задача, она столь же сложна, сколько и интересна с профессиональной точки зрения. Почему? Потому что, несмотря на такую самодостаточность архитектурно-композиционных решений, которые несет с собой подобного рода объект, он в данной ситуации должен быть, как мне кажется, чисто контекстуальным. Почему? Потому что мы говорим о создании архитектурного сооружения, уже сложившейся исторической обстановки. И историческая панорама, которой мы привыкли и которой гордимся, сложилась на рубеже 19-20 века с каким-то изменением фрагментарным, в том числе в части бассейна ЦСКВС. Но в целом это тот фрагмент города, который все знают, помнят, идентифицируют только с нашим городом. Поэтому его радикальные изменения, конечно, здесь, наверное, неуместны. Ну, то есть, как бы, нужно было обязательно, что называется, включить, вот, то есть, чтобы он не являлся каким-то вот чужеродным пятном, если я правильно понимаю. Конечно. С одной стороны, он не должен был пропасть на фоне всего того, что уже есть. И работать на обогащение, если можно так выразиться, того сложившегося образа, к которому мы привыкли. И в этом смысле, да, он должен быть соподчинен той ситуации и той панораме, которая сложилась в этой части города. Даже несмотря на то, что мы живем в 21 веке, сейчас век хай-тека, там, стекла, бетона и так далее. То есть, и как бы вот, ведь это уже тоже хочется, особенно людям 21 века. Ну, я так думаю, что здесь предложена была тема, которая не предполагает соревнования каких-то профессиональных амбиций в чистом виде, выверенных решений, которые должны соединить воедино, может быть, взаимопротивоположные вещи, такие, как, допустим, природная компонентка, с которым согласились все участники конкурса и о необходимости присутствов в том или ином виде в теме набережной. И в том числе того сложившегося городского ландшафта, который должен быть, как я уже сказал, обогащенный развить, но никак не кардинально переустроен. Природный компонент – это имеется в виду материал, который будет использоваться, чтобы зрители понимали? – Нет, я, прежде всего, имею в виду ту рекреационную традицию или рекреационную принадлежность этой территории для горожан, которые привыкли к ней как все-таки к месту отдыха и общения с рекой. – Отдых, оздоровление на реке, то есть и визуальное восприятие некое такое вот? – Да, правобережье. – Вот знаете, о чем подумал? Ведь вот этот конкурс и вот эта работа, точнее говоря, участие в этом конкурсе – такая очень сложная штука, потому что, ну, прийти туда вот с какой-то такой слабым продуктом, слабым проектом, ну, во-первых, не солидно, во-вторых, шансов никаких. При этом победитель всегда один. Вот чем тогда стимулировать участников? Потому что понятно, что люди потратят большое количество времени, сил, ну, как бы некую творческую энергию, то есть они могли бы в это время заниматься чем-то другим, а на выходе не факт, что они победят. Итак, вот, каким образом вы смогли более 30 участников убедить принимать вот участие? Уж простите за тавтологию. – Ну, такая проблема всегда стоит перед устроителями и операторами конкурса, какими является Самарское правительство и Союз архитекторов. Я был участником этих обсуждений, и мне кажется, была принята правильно схема проведения или форма проведения данного конкурса. Почему? Потому что обсуждали в том числе и варианты закрытого конкурса, заказного. Такие тоже проводятся. Почему? Потому что, наверное, здесь предполагалось прежде всего конкурс идей, концепций. Но, между тем, эти концепции должны были найти такое архитектурное, конструктивное выражение, которое позволило бы в кратчайшие сроки реализовать намеченные. Почему? Потому что задача становилась именно таким образом. Результаты конкурса должны лечь в техническое задание будущего проектирования, которое должно начаться в ближайшие месяцы. – Победитель, он что получает? – Вот он победил, допустим. – Он получает главный приз, признание и участие в подготовке технического задания. Собственно, он уже подключился к этой работе. – Главный приз – это некий материальный приз или это… – Да, первая премия составляла 500 тысяч рублей. – Браво. Я предлагаю сделать паузу. Сейчас мы посмотрим сюжет и затем продолжим нашу беседу. От независимых от берега эстакад до зонирования по туристическим кластерам. В Самаре завершился основной этап открытого конкурса по созданию проекта пятой очереди набережной Волги. Свой вердикт вынесла компетентная жюри, в состав которого вошли известные российские архитекторы и скульпторы, члены Союза архитекторов России и Международной академии архитектуры, а также представители регионального правительства и администрации Самары. Большинством голосов первое место присудили творческой команде из Самары с проектом «Пять открытий». Мы предлагаем сделать аэстономический кластер. Дальше кластер созерцания, то есть это тот дикий берег, который был всегда закрыт в районе Гресс. Ближе к бассейну СССР ВС. Там предлагаем сделать именно общественное пространство, которое открыто на Волгу, спускается амфитеатром. Организаторы и члены жюри признаются – сделать выбор было непросто. С 12 сентября по 20 ноября прислано 30 работ из разных городов России. Своя изюминка есть в каждой. Осмотрели конкурсные работы председатель регионального правительства Виктор Кудряшов и глава Самары Елена Лапушкина. Это работа, которая позволяет сделать набережную, проектировать набережную действительно уникальной. Очевидно, что критериями для выбора победителя будет реализуемость проекта, оригинальность архитектурных решений. И, конечно, мнение людей здесь будет очень важно. Территория очень сложная сама по себе и затапливаемая территория. Есть территории, которые находятся в частной собственности, мы должны учитывать интересы собственников. Но, тем не менее, вписать их в соцдизайн-проект, который сейчас разрабатывается. Игорь Борисович, вот мы посмотрели сюжет. Было за что бороться. То есть и с точки зрения престижа среди профессионального сообщества, и с точки зрения подключения затем к работе над проектом. И приз был очень достойный. Вот ничего не могу сказать. А кто и как выбирал победителей? Ведь вот эти вещи, на мой непрофессиональный взгляд, они достаточно субъективны. Здесь ведь многое, наверное, на уровне нравится или нравится, или я ошибаюсь? Изначально мы ставили задачу, я говорю, мы, имея в виду прежде всего операторов конкурса, сформировать такое независимое жюри, в которое бы поверили. Почему? Потому что одним из обстоятельств, в силу которых появляются участники в подобных конкурсах, это объективное судейство. Поэтому первые принципы, с которыми подошли к формированию этого жюри, это было, чтобы это жюри было профессиональное. И кто знает, тот может это оценить. Почему? Потому что в этом профессиональном жюри, по большому счету, были только два непосредственно связаны с темой набережных чиновника. Все остальное, во всем остальном, это были профессионалы и представители нашего профессионального цеха. Второе. Мы провели переговоры, и согласие возглавить эту жюри дал президент Союза архитекторов России, и Шумаков Николай Иванович. Ну, я так думаю, что в объективность, независимость мнения председателя никто не сомневается. Тем более он не заинтересован ни в каких результатах этого конкурса. Ну, а если говорить о самих премиях, я, может быть, не совсем полно ответил на предыдущий ваш вопрос. Премия была не одна, а пятнадцать. И мы пошли по этому пути по причине того, что как раз максимально оправдать работу и труд наших коллег, которые посетили себя этому конкурсу. Поэтому их достаточно много, этих премий было, для того, чтобы максимальным охватом отблагодарить за участие наших коллег. Ну, кстати, это ведь очень правильное решение, потому что, по сути дела, вы получили идеи, самое ценное, которые потом можно реализовать, которые можно где-то, наверное, микс сделать, можно что-то добавлять. Ведь это же самое важное вот в этой ситуации сейчас. И самое сложное. И самое сложное. Кстати, а потом можно будет вот эти идеи использовать? Ну, например, там, человека, который занял, там, пятое место или четвертый, там, в этом конкурсе. То есть такое возможно? Да. Условия конкурса предполагает возможность использования туля интеллектуальной собственности всех авторов и результатами их работы. Вот это очень важно. Кстати, вот, знаете, такой вопрос, может быть, философский. Вот в этой истории, а деньги вообще, на самом деле, главное для архитектора? Или все-таки вот эта творческая амбициозность, желание показать себя и свои способности? Вот что здесь на первом месте-то? Да я думаю, что имеет место быть и те, и другие, и моральные, и материальные заинтересованные с людей или наших коллег, участие в подобного рода мероприятиях. Почему? Потому что, как я сказал, призы два. Сам приз и признание профессиональной общественности. Ну, конечно, причем независимые, когда чиновников-то вы сами сказали, ну, по сути дела нет, они, их всего два было, они, а вот когда, скажем так, добрые глаза коллег на тебя смотрят, и коллеги-то они ведь объективно оценивают, они же прекрасно понимают, кто чего стоит. Вот это, на самом деле, очень важно. Это в любой профессии важно. Важный момент. Почему победила вот самарская команда, назовем ее так, вот, проект «Пять открытий»? Почему стал лауреатом? Ну, в данном случае я могу сказать только свою личную точку зрения. Почему? Потому что я не участвовал в работе жюри. Вот. Но мое личное мнение таково, что, наверное, вот этой архитектурной командой во главе с Олегом Алексеевичем Казаковым, как вы сами только что выразили, удался тот самый микс, который позволил сохранить традиции этого места, даже определенные смыслы, и воплотить их в достаточно мягкие, ненавязчивые архитектурные формы, позволившие, в общем-то, реализоваться самой теме набережной, с одной стороны, и войти в вот этот исторический контекст достаточно достойно, во-вторых, сохранив, естественно, основные качества как раз вот этого исторического окружения. Знаете, что радует? Значит, есть творческий потенциал у самарских архитекторов, то есть самарская архитектурная школа, она жива, здравствует, и может выдавать вот такой хороший продукт, если я правильно сейчас понимаю. Ну, вы затронули очень такую сложную, неоднозначную и спорную саму по себе тему. Ну, я знаю, что архитектурное сообщество внутри себя, оно по этому поводу много говорит, наверное, может быть даже темой для отдельной программы. Но, судя по тому результату, то есть у нас есть люди с хорошим потенциалом. Я думаю, что результат будет достигнут только тогда, когда мы будем стоять на этой набережной, и так же, как предыдущими ее очередями, гордиться, что она реализована именно в нашем городе. Согласен. Вот тогда давайте поговорим об этом. Что дальше? Именно этот проект пойдет в работу? Или сейчас вот будут еще какие-то изменения? Вот как этот процесс будет продолжаться? По результатам работы жюри, некоторые члены жюри со мной поделились теми разговорами, которые у них происходили в ходе обсуждения проектов. Они, как мне показалось, не смогли выделять один единственный проект, который можно заложить в основу будущей реализации набережной. Поэтому они говорили, что это в любом случае будет некий микс между предложением, которое поступили в том числе и других творческих команд. И вот создание некого такого архитектурного симбиоза – это уже задача той рабочей группы, которая должна подготовить техническое задание и заказчика, который будет сопровождать реализацию этого проекта дальше. А кто входит вот в эту группу, которая будет вот это техническое задание готовить? Ну, на сегодняшний день у нее входит, естественно, победитель этого конкурса, ряд экспертов, которые участвовали в судействе, и некоторые члены жюри, которые также работали в рамках этого конкурса. Ясно. Подрядчик будет определяться по некоему конкурсу тоже исполнителя этого технического задания? Нет, конечно. Это у нас есть 44-й ФЗ. А, вот я об этом и говорил. Так вот, об этом и говорю. То есть в рамках 44-го федерального закона уже будет определяться подрядчик, который будет выполнять вот эту работу? Да, конечно. Вот насколько я понимаю, все это делается для того, чтобы у нас была единая набережная. Вот вы сейчас сами сказали главную фразу, может быть, вот этой программы, что мы будем окончательно радоваться и гордиться, в том числе и самарскими архитекторами, когда мы с вами встанем на этой самой пятой очереди набережной, посмотрим, может быть, программу следующую запишем там, и насладимся видом, насладимся блестящей реализацией. Так вот, на какой стадии проект сейчас и когда планируется его завершение? То есть когда набережная должна быть готова под ключ, что называется, когда мы гулять там будем? Ну, вы очень интересную тему затронули. Почему? Потому что настолько многосложный и, скажем, в конструктивном, и в архитектурном, и даже в правовом аспекте данный объект, что предполагается несколько очередей реализации данной программы. Правильно даже назвать программу развития вот этого фрагмента города, не ограничиваясь задачами воздвижения вот этой новой набережной. Почему? Потому что в связи с этим предполагается развитие, в случае, внутренних территорий города, части территории уже на последующем этапе самой ГРЭС, и это вы видели по конкурсным работам, и с подключением Ложского проспекта, как необходимой составляющей для того, чтобы эта набережная стала достоянием всех горожан. И если заглянуть совсем в дальнюю перспективу, то мы имеем и международный, и российский опыт реализации подобного рода сооружений или комплексов, и он говорит о том, что в конечном итоге, наверное, это будет воплощено в виде какой-то общественной зоны, нового общественного центра города, может быть, культурного, может быть, образовательного, и в него войдет в том числе и те промышленные исторические комплексы, которые сейчас находятся на берегу, и это, я имею в виду ГРЭС, но это же совсем, скажем, дальняя перспектива. Но даже вот проект ГЭС-2 в Москве говорит о том, что это объективный ход событий, и рано или поздно мы к нему придем. Вы сказали, есть еще и юридические аспекты, то есть юридические, ну, проблемы, назовем их так, имеется в виду вопросы собственности земли? То есть их тоже нужно решать? Да, и сооружения. То же самое ГРЭС, это частная территория, и переговоры с правообладателем территории этого комплекса в том числе привели к предварительному согласию о включении части этой территории в работу набережной, что нашло свое отражение уже в материалах конкурса. Игорь Борисович, не могу не задать этот вопрос. Вот пятая очередь набережной, замечательно, она будет сделана. А продолжение, вот дальнейшее, ведь об этом тоже самарцы мечтают, жители нашего города, что дальше может быть? Будет следующая очередь набережной? И где, и когда? Ну, если кто следит за работой Градостроительного совета при губернаторе Самарской области, тот знает о том, что не так давно проводили заседания Градостроительного совета по теме самарских набережных. И там ослаждался вопрос, в том числе и сооружения этих набережных, которые уже входят в часть проектов прибрежных территорий. Наверное, многие слышали о проекте «Матрешки», и в том числе о проводимом конкурсе и концепции по застройке территории завода «Масленника». Последнее обсуждение прошло буквально вчера на заседании секции Градостроительного совета при губернаторе. Одним словом, у нас будет набережная длиной более 7 километров. Да я думаю, и больше. Весь вопрос, на какой период. На какой период, согласен. Игорь Борисович, время программы подошло к концу. Большое спасибо вам за глубокую, профессиональную, очень взвешенную беседу, потому что, ну, на самом деле, вот после общения с вами становится ясно, какой будет набережная наша в течение буквально ближайших нескольких лет. И я надеюсь, что мы с вами увидимся вновь и поговорим о развитии в целом нашего города, потому что, ну, с кем еще говорить, как не с вами. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Игорь Галахов, руководитель управления главного архитектора администрации городского округа Самара. Увидимся на новой набережной. И всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»